Девушки отдыхают Питчинг кардиопроекта. Питчинг от английского питча, подающий игрок в бейсболе. А питчинг это искусство точной подачи. И эту точную подачу нам продемонстрировали наши авторы победители, которые сегодня в эфире нашей студии расскажут о том, что же происходило в течение этого года. Итак, автор проекта гида по клиническим исследованиям и клиническим испытаниям Скородумова Елизавета Геннадьевна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела неотложенной кардиологии и ревматологии научно-исследовательского института скорой помощи имени Иустина Ивляновича Джанилидзе, врач-кардиолог. И Мария Александровна Трукшина, врач-кардиолог консультативно-диагностического центра, ассистент кафедры факультетской терапии научно-медицинского исследовательского центра имени академика Владимира Андреевича Алмазова. Итак, в течение этого года наши победители вместе со своими командами, вместе с командой РКО работали над своим проектами и целый год, с одной стороны длинный, с другой стороны очень быстро пролетевший, достигали и оттачивали результаты своих трудов. И вот сегодня они расскажут, что же получилось. Первое слово предоставляется Елизавете Геннадьевне. Прошу, Елизавета, расскажите о проекте. Добрый день. Я презентовала в прошлом году проект «Кардиогид», но цель здесь была очень сильно амбициозная – сделать то, чего вообще в принципе никто никогда не делал. И здесь во многом мне помог политехнический институт имени Петра Великого. Соответственно, на ее базе есть высшая школа искусственного интеллекта, где стоит один из самых крупных суперкомпьютеров. На самом деле мы поставили несколько целей и задач. И начали с того, что мы проанализировали вообще в принципе методы, которые возможны, и поставили задачи исследования. Ну и вот здесь показан пример именно с диагностикой артериальной гипертензии. Причем использовалось довольно много разных методов, потому что нашей основной целью была задача реализовать интеллектуальную медицинскую систему, которая объединила бы несколько моделей компьютерного зрения для поиска результатов исследований. И также вместе с этим самым поиском, чтобы был медицинский помощник, который мог бы, ну скажем так, на основе имеющейся информации при формировании довольно сложных запросов. А ведь мы знаем, что все клинические исследования – это гораздо более сложная ситуация, сложные результаты, сложные графики. Поэтому, собственно, и был сделан мультимодальный трансформер. Какие же модели использовались в такой интеллектуальной медицинской системе? В первую очередь, это модель Transformer Vision, которая использовалась, например, если мы хотели отдиагностировать какие-то состояния. И вот здесь показаны алгоритмы, как же работают подобные модели. Следующая модель – это модель медицинского помощника по вопросам и ответам. Соответственно, был реализован Telegram-бот, в который задаешь вопрос и получаешь на него четкий ответ. Какими же решениями задач диагностики и оказания медицинской помощи мы получили? Мы загрузили целый датасет с сайта Clinical Trial Gov. И затем стали этот датасет анализировать. То есть стали его, во-первых, привели к систематическому образу, который можно было бы анализировать с использованием систем машинного обучения. И сюда подключили систему RAC. Что же такое RAC? Ну, на самом деле, мы можем задать простой вопрос. Какой курс валюты на настоящий момент времени? Или какая погода? На самом деле, как работает любая система искусственного интеллекта? Она работает на базе того, что в нее когда-то кто-то заложил. Но система RAC, она не такая. Она может, если ей чего-то не хватает, подтянуть что-то из интернета. Главный вопрос – только ограничить эту систему, чтобы она не рассматривала весь Яндекс или всю всемирную паутину, а исключительно искала в нужном и возможном диапазоне. Ну и, соответственно, следом за этим была автоматическая оценка медицинского содействия вопросов и ответов. То есть проверялось, насколько хорошо модель нам отвечает, как она работает, ну и с тем, что считает врач по данному конкретному вопросу. Но затем следовала серия экспериментов, ну и полученные результаты мы анализировали. И на данном слайде показано, насколько хорошо работает данная модель. Ну и вот, кстати говоря, дисперсионный анализ для изучения влияния фактора, параметра разных показателей. Ну вот обратите внимание, что модель оказалась довольно хорошей. Ну и, естественно, самым сложным было подружить оба модуля интеллектуальной системы, что, как мне кажется, нам удалось. Ну и вот это как реализовано наше приложение, ну и плюс к нему телеграм-канал. Ну и на настоящий момент времени все наше программное обеспечение, оно находится в стадии патентования, потому что с этого года можно получать подобные патенты. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Елизавета Геннадьевна. Теперь слово предоставляется Марии Александровне. Прошу. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Ну и хочу представить результат своего проекта, который был одобрен в прошлом году. Он называется «Виртуальный кабинет сердечной недостаточности». Этот проект мы создали совместно с командой Российского кардиологического общества. Вот так выглядит его заставка и ссылка на сайт, на который уже можно посмотреть. Ну и целью создания этого виртуального кабинета, этого сайта, это сайт для пациентов с хронической сердечной недостаточностью и близких, и ухаживающих лиц, который предследует самую основную цель. Это максимальное повышение грамотности и знаний наших пациентов и всех их родственников по теме сердечной недостаточности, изложенное в доступной и понятной форме, чтобы в этом мог разобраться как молодой, так и пожилой человек. Опыт показывал, что, к большому сожалению, в работе врача и медперсонала всегда недостаточно времени для того, чтобы заниматься образованностью пациентов. Поэтому назрела необходимость такого сайта. В интернете данных достаточно мало, поэтому мы решили создать такой простой и удобный для каждого пациента проект. Исходно мы планировали делать его в виде видеоблоков, которые бы отвечали коротких, которые бы отвечали на основные вопросы, которые интересуют пациентов. Ну, как представлено, например, здесь на слайде. Правила самоконтроля, как контролировать свое состояние, визиты к врачу, рекомендации, правила режима приема препаратов, соблюдение врачебных рекомендаций, чтобы это было удобно для любого пациента в Российской Федерации, независимо от того, где он проживает и часто ли может добираться до своего врача. Ну и обязательным компонентом этого нашего виртуального кабинета были видеоблоки от мультидисциплинарной команды. Общеизвестно, что в введении такого пациента должна участвовать команда специалистов. Ну, то, что нам удалось собрать, довольно интересную команду здесь представлено, это не только множественные советы кардиолога и вступления от медицинской сестры, но и советы реабилитолога, психолога, диетолога. Ну и самое главное, что вызывает проблемы, это отдельная страничка кабинета, раздел госпитализации, выписка и стационара, что представляет очень большие проблемы, пугает пациентов, поэтому отдельно мы даже выделили это в отдельный раздел. Ну и нужно сказать, что совместная работа команды принесла, я считаю, что неплохие успехи. Здесь на страничке представлены разделы нашего виртуального кабинета, в котором есть меню, раздел полезные материалы, в котором мы представили для свободного скачивания методичку для пациента, образцы дневниковых записей в PDF-формате, дневника подсчета жидкости, и вот они представлены здесь. Так, и дальше в разделе основные правила, это видеоблоги от кардиолога, что делать после выписки стационара, видеоблог, советы врачей-специалистов, как мы говорили, это мультидисциплинарная команда. Ну и очень интересный раздел рассказывают пациенты. Ну и наш виртуальный кабинет заканчивается итоговым тест-опросом, в котором мы задали всего 7 простых вопросов, на которые попросили дать ответы, и можно проконтролировать понимание, уровень своих знаний. Ну и вот хочу показать здесь на страничке, прошу прощения за небольшую опечатку, у нас всего 21 видео, 19 видео с врачами и 2 видеоинтервью с пациентами. Здесь маленькая опечатка. 19 видео вот мы создали с нашей командой, вот они так оформленные, имеют логотип нашего виртуального кабинета, и свободно их можно прослушать. Они имеют субтитры на русском языке обязательно, крупным шрифтом, чтобы люди могли одновременно читать. Нам удалось сделать прекрасных 2 интервью с нашими пациентами. Сердечная недостаточность, за что я хочу очень поблагодарить свою коллегу из города Пскова, Жанну Антоновну Шлозберг, за то, что это была часть ее работы, совершенно прекрасной. Поэтому можно послушать, как рассказывают про это наши пациенты. Ну и самое главное, что я хочу, я хочу выразить огромную благодарность абсолютно всем участникам нашей команды, как инженерам, так и техническим специалистам, и руководителям, и всем врачам, и медперсоналу, который, конечно, пошел мне навстречу. Это совершенно благотворительная была акция. В личное свободное свое время мы участвовали в создании этого проекта. И хотелось бы, чтобы этот проект был для людей полезен. И ждем обратной связи от наших пациентов. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Я, наверное, выражу общее мнение от Российского кардиологического общества и огромную благодарность нашим авторам, которые действительно тратили на реализацию этих проектов свое свободное время, вкладывали свою душу, свой энтузиазм, заражали этим энтузиазмом своих коллег. И также хочется сказать слова благодарности Жанне Антоне Шлозберг, которая, если вы помните, была участником финала нашего прошлогоднего конкурса питчинг-кардиопроектов, но не стала, к сожалению, победителем, но смогла принять участие в проекте «Виртуальный кабинет хронической сердечной недостаточности» у Марии Александровны. Еще раз огромное спасибо и хочу сказать, что вся дальнейшая информация по проектам и их развитию в дальнейшем будет на нашем сайте, сайте Российского кардиологического общества. Также вы сможете получать эту информацию в рассылках на сайте Российского кардиологического общества. Поэтому следите за новостями. Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо.